Александр, я вас поздравляю с 1 мая, с прекрасным праздником весенним. Вашу семью поздравляю, чтобы все были счастливы, здоровы, и чтобы у вас было благополучие. Какие новости? Добрый вечер, Казахстан. Я рад, что вы меня опять пригласили для встречи, чтобы поговорить с вами. Я очень рад этому. Еще раз тоже я хочу вас поздравить с праздниками, с весенними. Это с 1 мая. С Днем Труда, с наступающим праздником, с Днем Победы. Как вас не пригласить на встречу, если вы у нас там самый главный человек по единоборствам, которые кулачные бои в Калининградской области. Скажите всем новичкам, которые у нас есть, может быть, чтобы они услышали тоже. Вы возглавляете там, в Калининградской области, или как это называется у вас? Занимаюсь по системе РОС, российская очистительная система самозащиты. Сейчас я занимаюсь с детьми и с юношами. Так. И тоже проходим занятия по методу ключ. По методу ключ это понятно, но вы занимаетесь этим в системе кулачного боя, да? Или как это называется правильно? Как бы сказать, выжить в этом мире у маленьких детей. Ну да, ну а как у вас это официально называется, ваша система? Официально. Называется РОС. РОС. Российская очистительная система самозащиты. Да, самозащиты, понял. Самозащиты, да. Какой из этих книг вы даете свои рекомендации в нашей книжке? В желтой или в оранжевой? В оранжевой, наверное. В оранжевой. Значит, наш Александр в этой книге, как активный участник нашей школы Человек будущего Homo Futurus, рассказывает, как он снимает внутренний диалог, когда ему нужно. И научил уже тысячи людей, как это делать. Он просто делает так. Он обеспечивает растаивание языка. То есть, чтобы язык не сопровождал мысли, идиомоторным говорением, чтобы он там не дергался, когда мы думаем, обрывает эту связь, и сразу наступает пустота в голове. А мы можем проверить с вами, знаете, что всегда каждый день, вот с утра до вечера, с утра до вечера, у нас в голове тысячи вот этих всяких там вопросов, ответов. Внутренний диалог говорят, да. И все говорят иногда вот надо его выключать. Я-то считаю, что не надо выключать, а надо его использовать. И у нас будет вебинар сейчас, в четверг, в 20 часов, где мы протанцовываем внутренний диалог, где мы его пропеваем, где мы его пробиваем, где мы его прорисовываем. Там будут такие новые вещи, которых раньше никогда не было. Ну, сейчас вернемся к исходной точке. И вот смотрите, вот еще я вам говорю о том, что вот представьте, вот вы сидите, и здесь у вас в голове 10 или 20 бабушек сидят. Одна говорит про зарплату, другая говорит про правительство, четвертая говорит про работу, там говорит про детей, там это все. И представляете, они сразу заговорили все вместе. Да, это такой шум, белый шум, да. У некоторых шум такое, что они пытаются его как-то снять, вот они не могут успокоиться. Особенно я понимаю в боевых искусствах, как надо выходить на состояние пустоты в голове, запускать себя как бы в этом ресурсном состоянии, как в трассе, боевой трасс, запускать ее в эту молотилку, и природа сама их выводит так, что они там всех побеждают. Я это знаю, я это знаю, это и в казачьем спасе есть, и в других методах, и в желудочном состоянии. Вот это измененное состояние, начинается с чего? Да. Вы же знаете, сколько было случаев, даже вот у меня. Вот я вам как-то рассказывал о том, что войдя в измененное состояние, все замедляется. Да, можно в экстремальной ситуации, там все восприятие замедляется. Все замедляется. Вот я вам рассказываю, мы когда вышли в Санкт-Петербурге. Вы слышите, скажите, пожалуйста, там все замедляется, ну это, конечно, легенда, что кто-то пулю может ухватить. Ну бывает такое, что машина попала в ситуацию, ее крутят на голове люди, а человек в этот момент, у него все застыло во времени, во внимании. Как успевать в этот момент совершить действие, чтобы не пострадать? Давайте я вам расскажу. Вы знаете, что касается, я рассказываю не по книге, прочитал и рассказываю вам. Я рассказываю со своего опыта. Первый, это случай, когда вошел в измененных состояниях, еще был в детстве. Второй, хорошо это было, когда мы в Санкт-Петербурге занимались на семинаре у Реченского, Александр Иванович. И он сказал нам, что должны выйти у нас, выходить на праздники, и каждый должен в паре выделать по одной минуте, делать показательное выступление. Представляете, каждому вот за минуту мы с нападником приготовили выступление. За минуту. Послушайте сейчас. Вот. И когда там объявляют, ну там зашли очень такие большие люди, все в зале, выключили свет, сказали никому не выходить, не заходить, не вставать, ничего не фотографировать, все фотографии, все фотографии убрать и так далее. Все. И вот когда мы вышли, когда нас объявили, что вот идет, выходит команда с Байконура, вы знаете, когда вот я вышел, вот он меня видел только своего напарника. Остальное я ничего не видел. Ничего не слышал. И знаете, я даже приемы не видел. Ничего не видел. И когда мы, я его бросил последний уже, то я порвал ХБ. Знаете, вот это вот пятнистая, новая, которая трудно порвать. Взял, вышел, на бросок и порвал. Так вот, когда мы вышли, а парни подошли, говорят, вы что, вы прокатались за 10 секунд. За 10 секунд, я говорю, ну не может быть, мы же долго были, говорит, 10 секунд. Программу. вот это изменение временного восприятия, изменение пространственного восприятия, когда человек может в этой экстремальной ситуации, особенно в военных действиях или еще каких-то, а может быть, и даже просто в обычных бытовых ситуациях, в каких-то трагедийных ситуациях, мгновенно правильно реагировать, потому что у него там сжатое время, и чтобы он не растерялся, не оцепенел, не застыл, там же бей, беги, оцепеней, реакция на выживание, на инстинкт выживания. Чтобы в этот момент сообразить, у нас как раз в школе человек, будучи хомофутурс, мы как раз занимаемся тренировкой выхода на ноль и перезагрузкой, чтобы человек выходил с этими качествами. Вот сейчас мы остановимся на этом. Давайте. Оказывается, что когда мы вышли, у нас такое ощущение было, что на нас вылили ведро воды. То есть за 10 секунд мы столько потратили энергии, только это все, что у нас такое ощущение, что мы, вот ведро воды, все мокрые, я мокрый был весь, прямо с меня. То есть это был, как бы сказать, всплеск такой, как бы сказать, энергии. Да, конечно, там и все, эндокринные системы. Когда мне очень, мне рассказали, что это есть из меня, но это очень, как бы сказать, очень плохо. И если его постоянно применять, то это очень плохо, потому что... все выжигают. Это не случай природы. Поэтому наш мозг это использует только в крайних критических ситуациях. Второй случай я расскажу вам. У меня товарищ, когда мы с ним разговорились, разговорились, он мне, говорит, рассказал вот такое. Я ехал на мотоцикле, мотоцикл с коляской. ехал. И там видно, что-то или ямка была, что-то такое-то вот. Я, говорит, упал. Я вылетаю с мотоцикла, падаю. Смотрю долго-долго на мотоцикл, как он медленно переворачивается и падает на меня. Я успеваю откатиться. И в это время мотоцикл медленно падает на землю. Все. Ну вот откатился. Откатился. Так вот, слушайте. Когда, говорит, подбегали, там видно же тоже свидетели были, увидели, что мотоцикл, что авария, что-то такое. Подбежали. А я, говорит, а я встал. И, говорит, они все что-то бормозят, а я что-то не могу понять. А потом, говорит, это все. Мужики подходят, подбегают, говорит, ты как нормальный. Я говорю, а что такое? Ты представляешь, мотоцикл доли секунды падал. Вот ты упал. И, говорит, мотоцикл сразу за тобой грохнул в твоем месте. Как ты успел скатиться? Говорит, я не знаю. А для меня, говорит, он медленно-медленно падал. Да, я это понимаю. Да. Это вот и есть измененное состояние, когда человек успевает это что-то, это делать. Вот. Так вот. Самое интересное, то, что вы на самом деле практически это несколько раз испытывали. Поэтому мне интересно, чтобы вы это всем рассказали в двух словах. Конечно, вот как вы на ноль выходите? Как вы выходите и как вы поправлялись и худели? Вот, например, избавлялись от лишнего веса? Знаете, первым делом, когда это я расслабляю язык очень сильно, очень сильно помогает остановить внутренний диалог. Когда я полностью вот свое, почитал все вот ваши ролики, смотрел там другие учители, там это все. Что, вот мы знаем, что есть сознание, подсознание и сверхсознание. Правильно? Так вот, сознание, это вот и есть, вот мы здесь и сейчас с вами, вот сидим, разговариваем, это сознание. Двигаемся, вот я руки делаю сознание. Подсознание, это весь наш разум, который все записывает от нуля, от самой секунды, которую, когда мы родили, даже может быть еще раньше, да все. Так вот, сознание работает в 60 бит в секунду. Это скорость. А подсознание работает около 40 миллионов в секунду. Океан бесконечность, да, там, да. Какой громадный, представляете, сколько у нас бит, у нас записано. Ну, конечно, это того, что мы слышали, видели по телевизору, что читали, о чем думали. Все записано, что записано. А что во сне видели, да, да, там все, да. Это 40 миллионов бит в секунду. Это, представляете, если направить в эту... Да, да, на включение в этот момент, да. Да. В моменте, это сильная вещь. Это было маме, например, поднять вагонетку, спасая ребенка, которую потом пять мужиков на место не могли поставить. Это подсознание входит, это включается подсознание. теперь вопрос. Включать это по заказу. А вы знаете, если, например, входить измененное, я, например, не делаю, я просто делаю более легкий способ. Просто. Сто работают, что любят подсознание. Подсознание любит, первое, тишину. Раз. Чтоб никто не мешал. Второе. Чтоб там было времени, бесконечно, никуда не спешишь, как будто ты с вечностью встречаешься, да. Расслабление. Два. Ноль. Нулевое состояние. Расслабление. Два. И вход в подсознание. Да. То, что мы тренируем, он и в школе. Так вот, если научиться менять программу, вы же знаете, что у нас подсознание, оно же не может просто дуть. оно у нас идет такими, как бы сказать, маленькими программками. Вот, у нас есть программа. Например, мы идем и проходим мимо кафе или там в школу. У нас программа. Мы видим столовую, надо зайти, помыть руки, сесть, покушать, вкусно. Это программа. Или, например, программа о том, что я могу, не могу, ничего у меня не получится. Это программа. Или у меня ничего не... я ничего не смогу, я все, я никудышный. Это программа. Так вот, если мы входим в подсознание и меняем программы, это свои с отрицательной на положительной... Это вы знаете, как в телевизоре. Вот если я, например, захотел включить программу какую-нибудь себе, которая мне интересна, я включаю и смотрю, которая мне не интересна, я выключаю. Правильно? Да, 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 вот тут вопрос такой. В нашей школе мы обучаемся выходить на ноль, то есть отключать внутренний диалог, выходить на так называемое состояние дефолт работы мозга и так далее. Вы вышли на ноль, когда мысли не сопровождаются эмоциями, пустота в голове. Разгрузились. И теперь туда можем положить то, что сами хотим. А теперь да, вот вы интересно говорите, когда у нас работает сознание, мы что, все, делаем все наоборот? Ну, конечно, потому что у нас там все время идет шаблон. Да. Шаблоны, мы мыслим шаблонами, авторитетами мыслим и так далее, страхом мыслим. Чего? Мы заходим в пустоту, в пустоту, когда мы отключаем внутренний диалог, и особенно, когда закрываем глаза, включается подсознание. Да, туда мы можем уже что-то вложить. И что похудеть тогда, вот интересно, что вы вложили тогда, чтобы похудеть? Давайте сделаем так, я когда, вот мы первый раз с вами встретились, я был побольше. Ну, я это понял. всякие там травы, маршавы, диеты, ничего. Все равно заходишь, думаешь, после тренировки надо что-то там покушать, или там, думаешь, сейчас вот я устал, надо съесть. Нет, я взял просто благодаря вашим, вашему методу, ключ, потом других, я взял, просто поменял у себя программу. Да, вот это как раз и интересно. Обязательно, положительно. Почему? Если мы сами не поможем себе, нам никто, не захотим помочь себе, никто нам ничего не поможет. Но если мы изменим программу и программе мы сделаем положительное, то тогда будет итог, будет положительный эффект. Так вот, я после этого как полностью поменял программу у себя, что я не гонюсь, мне нету такого, что мне надо похудеть, например, до 70 килограмм. Я живу и все так же кушу, просто я упоминал о том, что мне надо просто похудеть. Почему? Я задал себе два вопроса. Что и зачем? Вот, 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 Что и зачем, да. А вы всегда возьмите, например, вы приходите в столовую или куда-нибудь берете меню и если вы просто заказываете и это, и это, и это хочу, нет. Всегда можно спрашивать, что взять, а если интересует вопрос, еще поставить вопрос, а зачем это? Тогда много все это ставит на свои места. Если я, например, думаю, что взять, съесть два торта за вечер или там за день, я задаю вопрос, что торт, зачем, зачем мне надо есть эти торты? И вы знаете, включается подсознание, которое говорит, а правда, зачем эти вина? Сейчас, минуточку. Значит, вы вышли на ноль. В любом состоянии вы задали себе программу, что теперь отныне вы будете сеть за счет того, что как? Вот сейчас все смотрят и хотят услышать. Ну как? Как же это вы сделали? Это я специально вот программа задаю себе, что не надо ни зачем не гоняться ничего. Подставьте себе два вопроса. Что и зачем? Первое, например, что я хочу сделать? Хочу похудеть. Правильно? Так. Второе, а зачем? Да. Это вы спрашиваете, когда уже вы вышли из стресса, вышли на ноль, и там себя спрашиваете, да? Да. Потом я вам сейчас расскажу, как вот это вот тоже самое стрессовое это все. Так вот, интересный вопрос. А зачем? Вот зачем я хочу похудеть? Вот интересный вопрос вот так вот задаю. Зачем похудеть? Да. Смысл? Да. Нет. А вы знаете, смысл в том, что я даю подсознание от того, что мне надо сделать, что мне и зачем мне. И подсознание будет о том, что для того, чтобы ты себя хорошо чувствовал. Не для того, чтобы ходить на пляже, там где-то, там показывать, все такое. Нет. Да, впечатление общее убрать, которое наслоеное, выйти на суть истины, и там искренне поговорить. Сказать, спросить у своего подсознания, а зачем? Что я хочу сделать и зачем я хочу похудеть? Очень хорошо. И она встретит вас любому человеку. Скажите, Александр, вы убрали вот эту бетономышалку диалога внутреннего и теперь стали в этом нуле вести разумный диалог внутренний. То, что он спонтанный диалог, вы вышли на ноль и теперь ведете разумный диалог. И вы спрашиваете сами себе, зачем я хочу похудеть? Кто? Зачем? Чтобы произвести на кого-то впечатление или для чего? Или мне трудно ходить по комнате или для чего? И вы сами с собой беседуете уже искренне в глубине души. Да. Я стою вокруг. Человечка в глубине души. Так. И знаете о том, что... И вот даже взять... Знаете, бывает такое-то, что приходишь и говорят, я хочу купить, например, какой-нибудь там ботинок. Покупаешь, а потом думаешь, а зачем я его купил? Ну, понятно. Тем более не того размера. Потому что я хочу купить. Включается сознание. Ну да, с мастернирования в нормаге купил. Да, а зачем? Это подсознание. Да, конечно. Сознание потом говорит о том, что, а зачем ты это сделал? Так, а зачем я буду проходить потом, когда я сразу даю вопрос себе? Я сейчас прихожу к выводу, прав ли я? Я прихожу к выводу, что мы, когда обучаемся выходить на ноль, по существу, мы избавляемся от внутреннего диалога спонтанного, который повязан стрессом, впечатлениями, интернетом, телевидением, какими-то мнимыми желаниями и так далее. И выходим на внутренний диалог, ну, уже искренне, где мы говорим со своей душой. Вот в этом... А скажите, вы же тоже так же говорите. страха. Ну, конечно, я так и делаю, я просто хочу, чтобы мы вместе... Да, 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 да. Все, нам ехать. Через пикнабряжение вышли, да. То же самое. Да, то же самое. И вышли. Вплодление ноль. Детали мы потом обсудим, потому что мы с вами же встречаемся время от времени. Вот вебинар мы проведем на вебинаре, я поговорю об этом. на вебинаре мы протанцуем, мы пропоем, мы протанцуем, пропоем, прорисуем наши страхи, комплексы и стереотипы по определенной формуле. По определенной формуле, которую я там дам, это вообще научное изобретение. Отлично. Потом каждый будет выходить на свое состояние нуля и, пользуясь тем, о чем мы сегодня обсуждаем, создавать себе личную программу по решению своих личных, актуальных, волнующих его вопросов. Это потрясающе будет. Это будет вообще новый шаг, потому что этого в интернете раньше никогда не было. И в книгах никогда раньше не было. Например, взять, у человека появился страх, или, например, какая-то невозможность. Я всегда задаю вопрос, что? Я нервничаю, а зачем? Вот так сделаем, Александр. Мы с вами сейчас очень хорошо сформулировали, я вам очень благодарен, мы очень хорошо сформулировали, что внутренний диалог, мы от него хотим избавиться не для того, чтобы просто освободиться от внутреннего диалога, как многие пишут, что он мешает нам, а для того, чтобы поговорить с самим собой тоже в диалоге, но уже в искреннем, в человеческом диалоге с самим собой персонально и там принять какое-то решение, и вот там принятое решение в глубине души абсолютно истинное решение, оно и есть программа. Вот когда позволяют похудеть и научиться выскакивать из машины в момент аварии, и так далее. Вот вы рассказывали о том, что когда вот это и делаешь, когда вот ночь, когда ты получаешь удовольствие, люди плачут, правильно? И вот я часто провожу, когда люди у меня просят помочь там, как изменить себя. Ну, просят, значит, надо помогать. Так вот, когда иногда бывает, что я провожу занятия, люди плачут. Как, говорит, сейчас вот раньше было такое плохо, сейчас почему-то хорошо. Вы просто поменяли свою программу и поменяли минус на плюс. спасибо, Александр, очень замечательно. Вообще, я думаю, и для молодежи тоже. Тем более, что вы сейчас и детей воспитываете, и подростков воспитываете, обучаете их внутренней смелости, храбрости, толковости, любознательности с помощью боевых искусств. это же потрясающе. Это вообще у вас там очень интересная работа. Я вам очень благодарен помогать людям и все о том, чтобы найти себя, изменить себя. Потому что самое главное, сам себе не поможет, никто тебе не поможет. Вот это отлично. Это первое. И второе, что мы даем инструмент. Вы даете инструменты? Это очень сильнейший, очень сильнейший. еще раз вам говорю, 40 миллионов бит в секунду. Понятно. Спасибо, Александр. Еще раз с первым маем мы с вами такой подарок для людей делаем. Такова школа чьих будущего Homo Futurus, чтобы каждый человек нашел себя и мог в нужный момент в условиях жестких временных ограничений принимать верные решения и включать весь свой потенциал. Это здорово. Ни один человек не сказал, что я не изменил себя. Спасибо большое. Обнимаю. Еще раз дома привет. Если встретимся где более подробно, мы расскажем обо всем. До встречи. Спасибо, Александр. До встречи. До свидания. До свидания. Редактор субтитров